Ну вот мы приступаем к основной части нашей работы. Перенесли наш рисунок на акварельный лист и теперь, прежде чем начать работать, мы смочим наш акварельный лист с двух сторон и приклеим его к планшету. Сначала смачиваем с обратной стороны, не жалея воду, чтобы она такая влажная поверхность была. Таким образом мы работаем только на хлопки. Если вдруг у вас целлюлоза, то немножечко в другой технике лучше вести работу, потому что целлюлоза она не любит смачивание с двух сторон и возможно какие-то сразу дефекты в бумаге пойдут. Признаться, я раньше кстати и работала и таким образом, то есть смачивала и работала на целлюлозе, но не каждая бумага выдерживает. Некоторые нормально, а некоторые как бы себя плохо ведет. Потом мы смачиваем с лицевой стороны, чтобы наш листик плотно приклеился к столу. У меня стол такой непромокаемый, поэтому можно крепить сразу к нему. А так, конечно, лучше и удобнее использовать какой-то пластиковый планшет или оргстекло и к нему уже приклеивать лист. Поэтому советую вам приобрести какой-то планшетик непромокаемый и пользоваться именно по стоянку, потому что с планшета гораздо удобнее. Можно наклонить его, чтобы краска потекла в нужную нам сторону. Как правило, я обычно работаю с планшетом. И вот, приклеили наш листик и сейчас он немножечко будет впитывать воду и мы с вами поговорим о цвете, который будем использовать в этой работе. Ну и так вот. Вот это то, что мы будем использовать на уроке. То есть я сейчас перечислю еще раз вам. Желтый, холодный, лучше. Это ауралин либо лимонный, такой более прохладный. Золотистая, темная, голубая, неоновая, розовая или там опера розовая можно взять. Кобальт синий и зеленый. Это вот колорит, который мы будем использовать. И всегда как бы себе планируйте, что вы хотите получить с помощью этого колорита. Потому что по-разному краски себя проявляют. Допустим, лимонный кадмий, если лимонный. Не просто лимонный, а кадмий лимонный. При смесях она будет давать такую немножко мутноватость, немножко прибеленность, потому что свойства пигмента такие. Ауралин по-другому будет себе вести. Он более прозрачный, будет именно бумагу просвечивать. И поэтому в пигментах нужно разбираться. И на курсе у нас прям целый раздел этому посвящен, когда мы будем свою собственную палитру составлять, изучая свойства. И это очень сильно облегчает потом жизнь. Уже нету такого как бы нервности, когда мы не знаем, какие цвета намешать. А если намешиваем, у нас получается не то, что мы хотим. Допустим, намешайте красивый серый. Вроде смешиваем там, как положено, желтый с фиолетовым. Получается какая-то грязь, а не серый. Это потому, что не те пигменты взяли. И вот поэтому с этим вопросом очень полезно разбираться. Так, ну вот у нас уже немножко работа подсыхает. Нам нужно по-сухому писать. То есть мы сейчас просто возьмем и салфетками цветочек нас хорошо высушим, чтобы не было там луж. Потому что будем сейчас заливочки делать. Прям как будто пишем по-сухому, чтобы было больше контроля. И это пробовать, попробуем в один слой хорошо эти заливки уплотнить. Ну и начинаем работать уже над цветочком. Кисточку взять нужно с мягким ворсом и острым кончиком. Такую не сильно крупную, чтобы было удобно работать. Ну и не совсем тоненькую. У меня где-то, наверное, пятерочка или шестерочка. И начинаем мы вести работу от теплого, светлого, уже к более плотным тонам. Разводим свой желтенький и начнем с желтого заливку делать. С серединки. Видим, да, что серединка так светится солнышком освещенное. Там много-много такого теплого желтого цвета. Вот сейчас я прям желтеньким заливаю. Причем оставляю, смотрите, беленькие где-то промежутки. Потому что где-то там он сияет так, что даже вот белым видно. Сейчас я еще немножко залью вот желтый как бы отблеск на лепестках. Здесь, здесь. Пусть она как вливается в лепестки. Немножко промою. Лишнюю воду я всегда выбираю в салфетку. Немножком сразу растушую. Еще у нас тоже здесь такой теплый подтон есть. Только не пережелтите. Такой должен быть теплый, но не прям совсем уж ядреный желтый. Иначе потом краску будете выводить и цвета искажаться сильно будет. Нам нужно только теплоту создать, игру такую. И здесь немножечко. До конца не заливаю, только вот вокруг получается серединки нашей. Можно немножко еще вот здесь внести. Ну совсем-совсем светленьким тоном. Там у меня получается такая игра в оттенках от розового к фиолетовому, немножко голубому. И мне выгодно, чтобы у меня все сразу это на палитре было. Поэтому я набираю побольше розового, вот этого яркого своего. Потом добавляю кобальта синего тут же рядом, с другой стороны. Но не смешиваю их на палитре. Вот видите, у меня с одной стороны розовый, с другой стороны синий. И где-то в серединке я буду делать смесь. В зависимости от того, какая мне нужна, будут двигаться вверх или вниз. Начинаю я конечно с более розового, потому что к синему вернуться легко. А вот к розовому мы уже не вернемся. Начинаю заливать. Ловлю форму лепестков. Если где-то там какие-то белые каемочки, то их конечно сразу нужно оставлять. Мне прям хочется еще по-розовее даже сделать. Немножечко вот по-розовее. Ну вы увидели, да, что эти цветочки на самом деле они такие, больше конечно васильковые, синие. Но когда они освещенные солнцем, начинают они играть. И там оттенки такие были красноватые, розоватые появляются. Когда вживую кто их видел, тот знает, что тогда у них оттенков уже больше. И мы как художники это можем преувеличивать. То есть усиливать какие-то эффекты. От этого наши картины будут более выигрышно смотреться. Поэтому выгодно. Наблюдательность развивать свою и красивые приносить больше цветовое разнообразие. Это вот кстати такое тоже интересный момент. Но сейчас я что делаю? набираю тон. Пока светлая, потом буду уплотнять. И тоже выгодно уплотнять его сразу посильнее, чтобы в качестве экономии времени. Конечно можно решить все и послойно, но когда мы работаем меньше слоев, то у нас работы, как правило, получаются более чистыми и звонкими. Потому как в один слой ты сильно не замучаешь. А вот много слоев, когда подряд накладываешь, тогда да, можно и замучить работу. И уже эти краски просаживаются некоторые. Не все-все хорошо ведут, когда послойными пишешь. Дальше. Уплотнить, уснить я всегда могу. Поэтому я прям даже проложу сначала розовый. Потом уже буду добавлять в него более фиолетовый цвет. И вот тональное видение, оно в принципе тренируется со временем, его нужно развивать. Потому что тон это такой базис в картине. После формы и композиции это вот такой следующий важный момент, который развив тональное видение, как раз и улучшаются работы. Это касается любой техники, не только акварели, ну без разницы, чем вы пишете. Если тональная работа хорошо выдержана, то и она будет эффект соответствующий вызывать. Сразу будут привлекать внимание, все будут говорить, ах, какая красота. Как настоящая, вы слышали? Когда тонально хорошо картины организованы, то да. Можно сделать, чтобы было как по-настоящему. А наш мир цветной и мы часто смотрим, видим много-много цвета разного, но в тоне начинаем путаться, потому что все цвета имеют разную тоновую характеристику. Некоторые цвета априори светлее, а некоторые априори темнее по тону. И когда там, допустим, красная роза на фоне там чего-то, и еще там какие-то желтые рядом, еще что-то, или человек рисует, начинает все эти краски в полную силу использовать, и в итоге получается какое-то пестрое одеяло, вместо того, чтобы получилась такая яркая солнечная летняя картина, получается какое-то пестрое одеяло, и вызывает впечатление. Все потому, что по тону не разобрали. Поэтому тон это очень важно. У меня сейчас прям что-то подсыхает, поэтому можно сразу-сразу сформировать вот эту серединку. Но не везде. Вот здесь, допустим, я прям хочу это место подсохранить. И вот лепестки, смотрите, пока я над ними еще поработаю, пока они не высохли, можно сразу уплотнить им тон, то есть не ждать высыхания слоя, чтобы повторно накладываясь. Мы сейчас сразу возьмем, наберем побольше синего, немножко добавим красновато сюда, и вот такой более такой густой тон будем использовать для акцента, ну для уплотнения тона. Видим, что здесь немножечко у нас посильнее, такой акцентик, можно его сразу и проложить. Вот здесь немножечко играет, как-то она там изгибается, листик. Здесь потемнее, здесь посветлее, здесь тоже вот это место касания может потемнее быть. Поэтому сразу можно это усилить. С этой стороны тоже можно сразу раз так. И смотрите, как бы такими движениями делаю. Мозочек положила, убрала кисточку. Мозочек положила, убрала, не затираю ни в коем случае. У меня от затирания акварель выглядит потом невнятно и грязно, когда мы много-много вводим движений, исправлений. Она любит, когда ей оставляют какой-то вот именно свободный полет. Ну, здесь слишком... Так, ну дальше перейдем к следующему лепестку. Тоже возьмем тут розоватый. Проложим. А здесь можно, кстати, дать такой голубоватый рефлекс. Не рефлекс, а отблеск по краю. Сделаю немножечко вот такой. Все так. Вплавляется. Здесь порозовее вниз. А здесь спускаемся более таким темным тоном. Раз. Вот даже сразу можно проложить вниз. Промывая кисточку, спускаюсь. Своим рот более таким розоватым цветом. Чук-чик. И сразу набираю потемнее. И даю оттенок вот здесь потемнее. Раз. На кончике аккуратно. Акцент. И он немножко, смотрите, как бы вплавляется. И здесь еще нужен мазочек потемнее. Тоже набираю краску не слишком жидко. И даю вот так мазочек по форме. Не хватило, да, видите. Значит, еще раз набираю. И еще раз попробую сделать так вот. Оп. Получается уже более-менее. Можно еще подчеркнуть. Вот так примерно. Ну, немножко обобщаю. Сюда вот слазить не надо. У нас светленькие отчасти. Ну и вот этот вот кусочек будет лезть. И тоже надо его немножко приглушить. Поэтому тоже мазочек беру и его приглушаю. Вот так нормально. Далее. Без лежащий лепесток у нас. Такой голубоватый. Поэтому развожу немножко в голубой беру. И прохожу по нему. Ну, как бы отражает. Отцвет неба отражает. Наверное, видели, когда листики повернуты к небу. На них не солнце прям ярко падает, а именно небо. То они такие голубоваты становятся. Светлые голубые. Потому что отражает как раз небо. Ого. По краю немножко хочу увести сразу. Розовинки ему. И вот тоже ему можно сразу же притемнить. То он даже можно другую кисточку использовать. Возьму я вот кобальт. И тону здесь усилю. Кисточку я сейчас взяла синтетику, чтобы она была немножко по... Меньше воды вся набирала. Тогда можно более контролируемо это сделать движение. Вот так. Чтобы ничего сильно не растеклось. Очень удобно. Он уплотняет тон, когда именно оно мягко вплавляется, не растекаясь сильно. Даже если немножко так потечет, это ничего страшного. Это же акварель. Иногда какие-то подтеки, они даже придают особый шарм. Конечно, когда совсем форма уплывает, то это расстраивает нас. Но небольшие какие-то можно упростить ей и даже ими пользоваться. Так, ладно. Здесь мне сейчас, конечно, сложно сделать более такой жесткий край. Поэтому сюда лезьте не буду. Пойдем к следующему. Вот к этому, рядом стоящему. Видим, он такой самый темный. Поэтому можно сразу понасыщеннее сделать розовый. И вот с этой стороны начнем заливать. Такой более розовый сначала. И постепенно он уходит в такой зеленоватый даже. Это вот такой зеленоватый в виду. Будет интереснее. Это, видите, объемная такая форма. Здесь у нас свет. Ну, как света такого нету. Как бы свой цвет собственный. А здесь рефлекс. А здесь у нас, собственно, тень идет. Как раз сейчас я наношу свет и рефлекс. И теперь сейчас буду делать тень, если получится, сразу. И теперь сразу попробую другой кисточкой немножко уплотнить тень. Возьмем побольше такого фиолетового цвета, более глухого. И вот уплотню. Вот так. И она немножко расплывется сейчас. Будет плыть. Туда заплывет. Туда заплывет. И нормально. В итоге, возможно, и получится. Если надо будет еще одним подходом уплотнить, то это потом сделаю. С этой стороны теперь тоже он такой более холодный. Возьмем больше синего лепесток, который закрытый практически от света. Вот здесь мы сразу нанесем. Этот уже начинает подсыхать. Поэтому, видите, край я могу сформировать какой-то немножко дрявый. Но полностью я его сформирую потом. Уже по-сухому. Тоже, смотрите, до края не дохожу, потому что что у нас там тоже зеленоватый. Вот теперь опять берем зеленый и добавляем по нижнему краю. Вот так. Добавила. Одним мазочком буквально. Вплавляется. Теперь можно тоже зеленоватым сделать таким светлым или желтоватым каким-то. Пройтись по стеблю. Сразу. Немножко, конечно, по приглушению, чтобы он не был слишком яркий. Прохожусь. Эти листики где-то немножко, они наоборот, похолоднее. Сделаем такой светло-светло-голубой. И где-то тоже я их сразу так вот сделаю голубоватым, чтобы они потом их выделить. Листики будем рисовать уже после того, как сделаем фон. Но подложку, вот именно те части, которые будут у меня светиться, я сейчас себе и намечаю. Несколько таких лохматушек голубоватых. И в целом стебелек эту ввожу в водичку, чтобы потом мне не было с ним проблем, когда я фон залью. Край весь размываю. И можно сразу же, пока не высохло, беру другую кисточку. Сейчас я уплотню стебель. Наведу какого-то синий-зеленого. Побольше зеленого, туда кобальта добавлю. И немножко приглушим его нашим розовом. Получается вот такой плотный синий-зеленый цвет. Можно вот его вот так вот ввести. И мазочками тоже так аккуратно сюда уложила. С этого края, с этого края. Вот немножко подошла к рефлексу и как бы вот его я проявила форму. Даже добавив немножко так точечками, чтобы небольшая как бы лохматость такая прослеживалась. Потому что он пушистенький, этот цветок. И вот эти листики, которые, они идут вот прям по всему стеблю вокруг. Поэтому здесь прям можно тени такую дать. И пусть она исчезнет. А вот эту часть оставить, потом прорисуем. Там вот листики будут начинаться. Такой коронный как бы так вокруг. Здесь тоже по краям и серединку оставила. Чтобы не можно было этот стебель сделать объемный. Так, еще мы здесь забыли кусочек листика доработать. Там что-то у нас такое голубоватое светится. Так, и дальше уже более фиолетовый. И возвращаемся к серединке. Там можно сразу проработать. Она тем более уже и высохла. Берем теперь немножко желтого, потемнее. Возьмем желтый, добавляем в него золотистую. Чтобы цвет в целом потемнее, немножко желтый. Потеплее. И начинаем проходить. Добавляя вот такие как бы пятнышки кисточкой. Оставляя где-то места именно того желтого. И особенно оставить надо вот эти беленькие части, где не затекло. Вернуть их. Где-то прям оставим, а где-то побольше закрасим. Вот. Это второй слой. Дальше берем еще потемнее. Более такой оранжевый. И дальше начинаем проходить им. Тоже такими пятнышками ставим. Чтобы у нас получился такой объемная серединка. И были там разные тона. Более такие светлые. Светящиеся. Средние. И вот потемнее. И еще будет темнее даже. Где-то вот оранжевый. На самом деле он так вот выходит. И какие-то там такие штучки образовывают. Если присмотреться, то видно в натуре. Вот там где-то я вот прям нарисую. Уходящие. Вот так. Оранжевый можно до конца сюда зайти с ним. Чтобы вот цельно это образовалось. И теперь еще темнее надо сюда залить. Берем уже зеленый. Подмешиваю его. С золотистой смешиваю. Чтобы он был такой совсем теплый. Почти коричневый. И вот так вот капаю. Контраст добавляю. Это с этим уже аккуратнее. Чтобы не переборщить. Иначе вместо контрастных теней и объема получится просто мешанина. Такая темная. Поэтому здесь прям аккуратненько. Если сильно растекается. Но подождите. Лучше это следующим этапом сделать. Вот эта штучка у нас как бы выделяется. У меня тут сухое уже все. Поэтому я смело так это делаю. Вот этот рядочек как бы отделяется. И там высовывается как раз пестик с такими штучками. И там что-то у него вот какая-то еще история происходит. Поэтому здесь небольшое можно сделать. Затемнение как бы в центре. Провалим серединку сейчас темным цветом. Так что у нас происходит с цветочком. Он уже подсыхает. Он уже у меня сухой. Вот в этом моменте можно в принципе перейти. Немножечко уплотнить какие-то тоже тональные отношения. Вижу где у меня тона не хватает. Вот в этих местах сделать потемнее. Я сейчас прям наберу и здесь пройдусь. Это не то чтобы сейчас еще завершение. Акценты можно проставить уже в конце. В целом посмотрев на картинку. Это делается только после того как фон заложил. Но сейчас в местах где я прям вижу явно не хватает тона. Я вот сейчас его сразу проложу. Вот здесь не хватает. Штришки вот так проложила по форме немножко. И вот так чистой кисточкой размою край. Вот здесь размою. Ну уже как будто бы по сухому дорабатываю. Здесь немножко не хватает. А вот про эту забыла, да? Там что у нас происходит внутри вот этой штучки. Можно беленькой оставить. А вот центральную часть залить. Промежуток там какой-то. Явно не хватает вот здесь. Здесь загибается эта история. Он потемнее, чем дальний лепесток. Лепесток. Поэтому здесь можно еще раз так добавить тона немножко. Полезно, кстати, для развития тонального видения делать упражнения, писать там монохромные пейзажи. Свои работы переводить в черно-белый цвет, смотреть, как они там выглядят в черно-белом. Тогда явнее видно просадки потона, если они есть. У меня там целый урок такой хороший есть, где мы учимся как раз в монохроме работать и переводить потом цветные в монохром. Тоже интересное такое будет задание. Так, вот здесь еще мне не хватает, да? Немножечко потону. Тоже я сейчас сразу добавлю. Вот если подсохло, да, вот можно пробежаться по цветку и немножко добавить тонального контраста, чтобы он в целом смотрелся уже нормально. Места касания уточнить. Если я ввожу уже по сухому, то я ввела, а потом вот так краешек размываю, где мне не нужно жесткое касание. Ну и на этом этапе, в принципе, можно сейчас от этого цветка отстать. То есть я сейчас заливать буду фон, а после этого мы как раз на заливке фона с вами поговорим о таком важном самом этапе. Или как это назвать, шаги, из-за чего именно техника акварельная будет улучшаться. Про картины мы с вами уже поговорили, про общие какие-то базовственные понятия, которые касаются, в принципе, любой техники, даже не акварельной. От чего иллюстрация или работа будет более цепляющими. Это, прежде всего, конечно, повторим композиция, потом это тон, потом этот цвет удачно подобранный. Ну цвет и живописность, как две взаимосвязанных таких базисных вещи. И вот сейчас при заливке фона мы с вами обговорим еще один такой важный шаг, который выдает прогресс именно в акварели, что нужно освоить для этого. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...